Всех приветствую! Я Елена, канал Дачный Креатив. Небольшой просвет сегодня. Надеюсь, что не один день будет солнца и не будет дождя. Неделя была не Настя, даже больше недели. Я уже говорила в прошлом обзоре, что мы неделю даже больше не выходили даже из дома, потому что очень холодно было. Мало того, что холодно, очень сильный ветер, порывистый, дождь, снег, чего только у нас не было. Немножко поснимала, когда был снег. Вставлю при монтаже эти кадры, когда у нас шел снег. Но он, конечно, таял, но немножечко задерживался на траве, на мостике. Вообще, конечно, пока снег тает. Температура колеблется около нуля, либо минус 1, либо плюс 1. Вот сегодня плюс 4 градуса и все равно, конечно, холодно. Ветер стих, но все равно налетает порывами, так что работать холодно. Но у нас еще, к сожалению, не все сделано. У нас даже вот не обрезаны еще остильбы. А обрезать нужно, потому что весной будут расти новые листья, и вот эти старые засохшие будут мешать им. И тогда придется уже обрезать или выламывать уже вручную каждую веточку. Если позволит погода, сделаем. Нужно утепляться, одевать перчатки, кучу на себя одежды. И что неудобно, сковывает движение. Но я теплолюбивая, поэтому буду одеваться в тепло. Но, в общем-то, отступление такое в начале. Сейчас покажу в этом обзоре участок панорамно с разных сторон, и, может быть, что-то немножко покажу еще поближе. И покажу еще немного клумбу с розами там, где я переделывала бордюр. Я там досадила еще розу, но подойду, сейчас покажу. Вот сейчас я стою около ракария. Сразу покажу вам ракарий быстренько. Здесь еще, в общем-то, вид неплохой. Листва, правда, скапливается около растений. Но потом ничего страшного, если она скапливается и около растений, несложно убрать. Вот так смотрится. Опять солнышко засвечивает, боюсь. Но много показывать не буду. Хаутунью мороз уже повредил. Уже все, она прекращает вегетировать. Уже почернела, потемнела. Бархатцы тоже. Подойду сейчас к бархатцам. Быстренько покажу. Вот видите, хаутунья уже очень даже не симпатичная. Но в этом году она рекордсмен. Она у нас сжила до октября. Ну вот так быстренько показала. Не буду здесь останавливаться, солнце засвечивает. Идем дальше. Здесь быстренько покажу маленький ракарий у ручья. Розочка уже завяла. Нужно будет обрезать. Все розы мы на зиму обрезаем, не укрываем. Так, ну вот здесь мостик ручей. Я начала делать берега у ручья, переделывать. Но муж меня остановил, сказал, хватит заниматься ерундой. Нужно делать это капитально. И то, что ты делаешь сейчас, все это снег все равно сдвинет. И камни свалятся. Так что вот здесь я сделала. Сейчас подай эту с той стороны покажу. Отсюда не видно. И больше делать не стала. Что я имею ввиду, вот здесь надо берега переделывать. Видно бордюрную ленту. Вот здесь я переделала, спрятала бордюрную ленту. Начинали от мостика и вот сюда. И немножко здесь переделала, с этой стороны. А дальше муж мне сказал, оставь до весны, до следующего года. Это мы так каждый год оставляем уже пять лет. С весны на осень и так далее. Но делать нужно. Потихоньку, может быть, буду делать вот такими маленькими фрагментами. Вот уже так несимпатично выглядят бархатцы. Буквально вот за эту неделю вот так изменились соцветия у гортензий и у Вимс Рэд, и вот у той гортензии, и у Даймонд Руш. Вот эта гортензия предположительно, по крайней мере, покупалась как ванила, уже побурела, так и не успев порозоветь. Ну, в общем, все будем обрезать. Надеюсь, что получится. Обещают нам небольшое потепление, так что, надеюсь, что мы хотя бы что-то успеем сделать. Но у меня, к сожалению, сейчас заболел муж, слег с температурой почти 39-38,9. Видимо, простудился. Лечу его, на улицу не выпускаю, и он мне сейчас не помощник. Вот эту клумбу я хотела быстренько показать. Показать здесь то, что мы обрезали барбарисы. Вот залогом серебристым у нас посажены барбарисы. Три, один оттаски по центру и два тумберга. И мы их вырезали также на пень. Там с той стороны мне подойти неудобно, поэтому показываю с этой стороны. Попробую показать. Но также сабельной пилой муж спилил все побеги до уровня земли. Так что в следующем году у нас барбарисы будут здесь отрастать заново. Здесь у меня вообще ничего не обрезано, кроме хост. Нужно обрезать полынь, герань, лиатрис, дольмера. Дольмера в этом году краснить отказывается. Уже в октябре она краснить не собирается. Как по-разному себя ведут растения осенью, в зависимости от погоды, от температуры. В прошлом году она была ярко-красная. В этом году, видите, зеленая. Но, что интересно, заморозки перенесла неплохо. Видите листики с хорошим тургором. Так вот отсюда, наверное, видно. Вот там у нас барбарисы посажены. Бузульник, наверное, в этом году не буду даже делить, потому что очень холодно. Оставлю до весны. Но вот тоже он хорошо перенес низкие температуры. Обратите внимание, тургору листиков тоже хороший. Спирея макрофила тоже в этом году не краснеет. Не хочет краснеть. Видимо, теплый сентябрь повлиял. Не знаю, откровенно говоря, каждый год краснеет. В этом году почему-то отказывается. Краснеет очень красиво, ярко-красные светящиеся листья. Очень симпатично смотрится, вот в этом году так. Здесь у розы еще бутоны собирается цвести. И вот у этой, смотрю, тоже есть бутончики. Там тоже, смотрю, хорта не обрезана. Вот бутончики. Вот здесь хорошо видно хаутунью, как она пострадала от низких температур. Это нормальное явление. Уходит в зиму. На зиму отмирает наземная часть. Но вот здесь особенно показывать нечего. Обрезать здесь ничего не планирую. Оставляю все так, как есть. И дохожу до клумбы с розами. Вот что у меня получилось. Подняла все-таки я камень на бордюрную ленту. Подсыпали мы щебня. Здесь я еще досадила розу. Пересаживала из клумбы перед верандой. Вот эту розочку. Она розовая. Посмотрим, как все это будет расти в следующем году. По поводу бордюра. Конечно, вот это решение половинчатое. И по-хорошему нужно, конечно, здесь бордюр заливать. Здесь по краю бордюра выкопана траншея. То есть глубже, чем уровень земли в клумбе. Сантиметров на десять. То есть на высоту бордюрной ленты. И там застелена спонбондом и засыпана щебня. И вот как раз вот эту траншею можно залить бетоном. Посмотрим в следующем году. Если камень держаться не будет, тогда уже будем бетонировать. Купим просто пескобетон и сможем сделаем. В общем-то это сделать несложно. Главное найти на это время. Ну вот так быстренько покажу. Щебни мы досыпали. Растение посадили. По поводу рябинника, рябинолистного сэм. Я посадила вот здесь с двух сторон от Ива Мацудана рябинник, рябинолистный сэм. Когда сажала, у меня были сомнения. Потом, когда сажала хаутунью и ограничивала ее бордюрной лентой, подумала, что нужно было сделать так же и с рябинником рябинолистным. Но мне в комментариях написали, что даже ограничение бордюрной ленты не поможет, что разрастается и заполонит мне здесь всю клумбу. Так что весной буду их оттуда убирать и сажать что-то другое. Но это не страшно. Там пырышки маленькие. Там совсем несложно будет мне их оттуда пересадить. Так что уже теперь до весны сейчас не буду этим заниматься. Ну и все, наверное, что хотела, показала сегодня. Здесь вот смотрите еще, как здорово смотрится брунера, несмотря на октябрь. Светится с огромными листьями. Лукинглаз, шикарная брунера. Сама удивляюсь на самом деле такой красоте. Здесь вот видите, крупнолистная зеленая и вот такая шикарная брунера. Смотрите, какие листья великолепны. Великолепны. Сейчас с той стороны покажу. Вот так попробую показать. Смотрите, какие блестящие, красивые листья. Просто красота невероятная. И еще к тому же и цветут весной очень красиво. Ну и на этом заканчиваю. Всем большое спасибо за внимание. До новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok